Девушки отдыхают Героев этого советского фильма объединяет не только любовь. У них одно имя на двоих – Валентин и Валентина. Он и она. Кстати, ошибаются те, кто считает, что основополагающая форма этого имени – женская. Изначально у славянских народов появилось мужское имя – Валентин, означающее «быть здоровым». Однако, несмотря на этот факт, самим обладателям этого имени оно не нравится, как раз по причине своего женского звучания. Так утверждает книга имен. До школы, например, я не задумывался, правильно, еще непонятно было. Даже не задумываюсь, какое твое имя, какая разница. А вот когда я пошел в школу, я на Селегере учился в первом классе, то был случай, когда меня дразнили. Девочка, Валя, девочка. Я даже на уроки не ходил иногда. Меня загоняли. Стыдно было почему-то. А потом со временем все, привык. И сейчас думаю, ничего, но, между прочим, красивое имя – Валентин. Красивое имя Валентин в давние времена соотносилось с христианскими святыми – священномучеником Валентином и Валентином Римским, благодаря которому день 14 февраля стал международным праздником всех влюбленных. Кстати, в средние века на Руси имя Валентин употребляли только в среде монашества и священнослужителей. Характеристика имени утверждает, что его обладатели – люди чрезвычайной скромности и доброты. Примерным поведением и послушанием отличаются и маленькие Валентины. В детстве, в смысле, в садик я не ходил, у нас не было садика. Я родился здесь, на Урале, в горах здесь жил. Садиков не было. Ну, я просто здесь родился. Отец и мать, они по железной дороге в основном были. Потом я, когда в первый класс должен идти, меня увезли к бабушке на Селеге, Осташков. А потом первый класс я там отучился, я был хорошим мальчиком. Отличником, кстати, кончил. А когда приехал сюда, я учился в Елецкой, второй класс. И там без родителей, там свобода действия и, короче, круглый троечник. Склонный к созерцательности и покою, маленький Валя, как правило, растет очень внимательным и наблюдательным ребенком. Ну, что наблюдательный, я всегда наблюдательный. Это у меня до сих пор, я очень люблю все. Я никогда не чуждаюсь спросить, если что-то не понимаю. Я всегда все лезу. Короче, я везде лезу. Как говорится, даже инициатива у меня, так говорят, наказуема. Я с этим очень много встречался. Я люблю что-то делать, конструировать. Так что везде я хочу все знать. Как раньше, помните, был киножурнал «Хочу все знать». Желание «Все знать» повлияло и на интересы Валентина Владимировича, который еще с детства проявлял любопытство сразу к нескольким увлечениям. Каждый ребенок, когда я немножко раньше возьму, всегда же хочет. Я помню, я хочу быть милиционером. Потом через минут 10-15 я пожарником, красные машины, шофером. Так же и у меня это было. Ну, конечно, меня всегда тянуло небо. Я всегда, раньше же очень много летал самолетов на нашем небе. Вот эти реактивные, вот эти полосы. Это я всю дорогу, помню, в детстве бегал, на Урале жил, и все в небо вот это меня привлекало. Самолётики делал, все я умел конструировать, даже маленький, с пяти лет. Интерес маленького сына к технике увидела и поддержала мама, которая в то время была единственной и уникальной в своем роде женщиной-водителем в поселке Семилиственниц. Вот у нас старая больница была, да, вот напротив Новой улицы, вот здесь сейчас первая школа стоит. Она, там зона была, это зэки строили. И она на самосвале, на тяжелом работала, возила песок туда. Да, она сразу работала. Ну, она работала на ГАЗ-51. На вроде вот сейчас, мало кто знает, такая машина была Уралзис 355. Вот она, вот у меня фотография ее есть даже. На правую порвана такая фотография. Мама за рулем, это 61-62 год. Вот строили эту больницу, она работала. Свой водительский опыт мама передала и маленькому Вале, который благодаря трудолюбию и усердию уже в седьмом классе самостоятельно из старого ржавого автомобиля собрал первую в поселке учебную машину ГАЗ-51. Собрал, а что пацану надо делать? Гонять. Она в моих руках была все. Ну, я дополнительные педали, мне сказали, я сделал все. Сам сконструировал, ну, только в кузне там мне гнули, все помогали, все сделал. И вот у нас самая длинная улица была Ленина. Как я гарри дам по ней. Это даже хорошо ездил с самого детства. А обратно жителям надоело. Они пишут бумагу в милицию, мне ее забирают. Неделька проходит, я плачу, мам, мам, пойди забери. Она опять заберет. И опять Гарри как дам, ты раз и два, три. Вот такая была. И я ее назвал «Ласточка». Не знаю, может кто-нибудь из стариков помнит. Сзади на борту «Ласточка». Это первая учебная машина была. Трудолюбие и безграничная доброта – вот основные черты многих обладателей имени Валентины. И чаще всего книга имен утверждает, а жизненная практика подтверждает, эти особенности характера всегда находятся рядом. Вот у меня раньше случай был такой, я не знаю, может быть, это глупость, смешно будет, ну, пускай. Мать мне еще говорила, делай добрые дела. Ну, всегда. Она сама такая. Так я что делал? У меня была тетрадка. Ну, я работал на машине уже на 585-м самосвале. Возил там все. Ну, все мы там с зыками работали. Очень много работал. Значит, и вот у меня тетрадка с собой была. И вот сейчас такого нет. А раньше вот едешь, какая-нибудь старушка, миленький, ну, привези дровишек. Дровишек. Угля, шлаку. Раньше в депо шлак был, шлак в завалинку запил. Ну, хоть что совершенно. Да, конечно, время урываешь, и все. Доброе дело сделаю. Ой, спасибо тебе. Я вот эти спасибо записывал. Короче, у меня этих спасибо было куча. Однако, не только на работу и добрые дела находят время Валентины. Детская привычка «хочу все знать», а вместе с ней и приобретенный навык порой для многих обладателей этого имени становятся неотъемлемой частью жизни. Такой вот частью в жизни Валентина Махноногова стал спорт. Я вот с малолетства еще, помню, занимался, со школы где-то, со второго класса. У нас Владимир Николаевич Савичев, его уже все знают. Команда у нас хорошая такая была. Короче, весь поселок через него прошел. Он же вообще как делает? Вот сейчас я смотрю, тренеры как. Они стоят, свисток здесь и тренируют, кто-то бегает, а он сам. Вот что он делает, и то и мы делали. И я что-то подумал, а что там? И я тоже так же всем, как тренировка начинается, разминка, я говорю, так, делать то, что я. И все, вот я с ними вот с 80-го года, 20 с лишним лет я их тренирую. И воздействие на соревнования, и на Полярный Урал особенно мы хорошо все места заняли. Спорт – это не единственное увлечение Валентина Владимировича. Любовь к технике и тяга к специальным знаниям позволила Валентину Махноногову не только стать первоклассным водителем, но и конструктором, который сегодня смело может гордиться собранными собственноручно двумя спецавтомобилями для любительских гонок. Кстати, участвовать в этих самых гонках Валентин Владимирович любит не меньше своих учеников. А уж восседать на железном коне, что называется, собственного производства – особенное удовольствие. Сегодня Валентин Владимирович трудится над новой идеей. В его руках зарождается удивительная механическая конструкция. Человек с золотыми руками. Наверняка именно так скажут про него коллеги по работе. Я делаю тележку. А тележка, на тележке будет стоять макет милиционера. Будет командой выполнять там рука вперед-вверх, внимание. Все это будет автоматически и радиоуправляемо. Согласно книге имен, в числе талантов многих Валентинов запросто найдется место в совершенно разностороннем хобби. Увлечение нашего героя тому подтверждение. Так же, как в мастерской, ловко и уверенно, Валентин Владимирович чувствует себя и на сцене. Еще бы, ведь и этот талант родом из детства. Мне было пять лет, мне мама купила гармошку. Я на гармошке с пяти лет играю. Самая первая песня моя, это «Подмосковные вечера», еще тогда Трошин пел Владимир. И вот, когда она меня, мама, научила, ну, она меня на гитаре тоже научила, на гитаре тоже играла, эти «Подмосковные вечера», я учил. Она мне даже на этих пуговках, вот, на, ну, писала эти самые «До, рэ, ми, фасоли, си», там, чернилами писала. И вот я на них смотрел, а на тетрадке написано, что нажимать. Первая роль паука из сказки «Муха-цокотуха» и навык игры на музыкальных инструментах вспомнились уже в армии. Когда мама в своем письме рассказала, что в поселке создается ансамбль, и его, человека увлеченного и творческого, готовы взять в команду. В общем, я приезжаю с армии, это 70-е, ну, начало 71-го года. И вот тут Володя Рябаконов собирает ансамбль, Сайготин, Леонид, там, все вот. Ну, в принципе, мы троем пока начали. Начали собирать ансамбль еще в клубе «Лиссабазы». Ну, все, и помаленьку начали пиликать. Ну, все, и вот так помаленьку-помаленьку состав собрали, начали концертную программу. Потом приехал, начали ДК «Строить 30 лет победы», приехал Владислав Касперов. Уникальный директор был, это неповторимый, такого, наверное, не будет никогда. Легендарный, прогремевший на весь Ямал и далеко за его пределами вокальный инструментальный ансамбль «Иванушка» оставил яркий след не только в памяти лабутнанцев. Совместное многолетнее творчество сроднило музыкантов, которые спустя время стали не просто лучшими друзьями, они стали одной семьей. Мы же всегда все вместе были, как семья. Представляете, сколько времени? Это с 71-го года и... Сегодня творчество «Вия Иванушка» осталось только на кино и фотопленках, и, безусловно, в сердцах благодарных поклонников. Так же, как и вечная память о двух ярких и талантливых музыкантах, которые уже не с нами. Владимир Рябаконов и Леонид Сайготин. На смену яркой музыкальной деятельности пришло не менее яркое и увлекательное дело театральное. «На белых стволах появляется звон, то плачут березы, то плачут березы». Кстати, именно в творчестве очень много обладателей имени Валентин. Советский актер театра и кино Валентин Гафт, русский живописец Валентин Серов, писатель Валентин Катаев, артист цирка, силовой жонглёр Валентин Дикуль, известный российский модельер Валентин Юдашкин. Творческий, талантливый, разносторонний, безгранично добрый и отзывчивый – всё это он – уникальный человек с красивым именем Валентин, которое, кстати, уже давно стало редким среди мужчин и вполне популярным среди женщин. Случайность ли – совпадение, но обладательница женской формы этого имени, тёзка Валентина Махноногова, вот уже несколько лет – близкий друг и коллега по сцене. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С Валентином нас связывает дружба по ДК. Мы вместе одно время трудились, творили в группе «Глобус» театральной студии. Потом я ушла в «Черевницы», но мы все равно в ДК встречаемся на концертах. И как-то нас вот эта вот дружба творческая, не то чтобы объединять, мы одинаковые действительно. Он легкий по жизни, я легко, любим пошутить очень, когда встречаемся. Вот, наверное, мы одинаковые в какой-то степени. Производное от мужского, но в женском варианте имя «Валентина» звучит не менее благородно и величественно. В переводе с латинского языка также означает «сильное, здоровое». Вообще с латинского «Валентина» это «сильное, здоровое». И вообще вот кого я знала, «Валентина», особенно вот мою тетку, конечно, это действительно по жизни очень люди сильные. Приходится самостоятельно, без чьей-то либо помощи, решать очень сложные какие-то жизненные задачи. И вот как раз вот на долю «Валентина», наверное, выпадает очень много таких трагических каких-то моментов, трудных ситуаций. И вот я заметила, что «Валентины»-то не просят помощи. Хотя всегда ее оказывают сами другим с удовольствием, иногда даже во вред себе, потому что своих проблем всегда у каждого человека хватает. Но тем не менее, вот «Валентины» как-то вот так идут на помощь, не задумываясь, если это надо здесь и сейчас. Не правда ли знакомая характеристика? Неудивительно, имя-то одно, а значит и черты характера вполне могут быть схожи. Хотя и различий в этих, казалось бы, схожих именах тоже хватает. Взять хотя бы форму произношения. В женском обличии это имя имеет множество вариаций. Хотя не все они по нраву ее обладательницам. Сейчас я довольна, что меня зовут Валентина. Хотя вот в детстве мне не нравилось. Не знаю почему. Ну, или может быть потому, что меня называли, как мне казалось, не очень красиво. Мне не нравится, когда меня называют «Валюха». Вот сразу представление какой-то базарной, бабы разбитной, вот, вот, «Валюха», «Валюха». Вот для меня вот это вот такая, да. Меня папа звал, Вака. Не знаю, ну, сокращенно. Ну, мне нравилось. Мне нравилось, при этом играл со мной как-то нормально. Мама вот иногда сейчас, вспоминая, как отец называл меня, тоже иногда называет Вака. Когда-то в далеком 78-м году маленькая Вака вместе с родителями из Кировской области переехала жить в заполярный город Лабутнанге. Смену места жительства 12-летняя девочка перенесла спокойно. Привыкнуть к новому городу и новым друзьям помог все тот же валентиновский покладистый характер. Я скорее была послушная, не шумная. Нет, не шумная. Была такая, я бы не сказала, что всем уж поет девочка, да, но родители там слушались, и для меня они были авторитетом. Такой, тихо, можно сказать, тихо, куколки, тряпочки. Как и в случае с Валентином и присущему этому имени добротой, в женском варианте звучания книга имен также подчеркивает, доброта – одна из главных черт характера. С детства в девочках-валентинах заметно неравнодушие к чужой беде. Она может отдать все, что у нее есть. А дополнительные неудобства и трудности будет воспринимать как само собой разумеющиеся. В школе доброта – это что? Это дать писать однокласснику, особенно в контрольной работе. В училище училась, нужно было, особенно на госэкзаменах, проверить кучу диктантов, кучу… В ущерб своему, потому что свой я так и не дописала, некогда было. Ну, и по жизни как-то получается так, что я иногда исполняю роль жилетки. Может, потому что уметь надо людей слушать. Может быть, это, наверное, большая доброта, большая помощь человеку, да, когда в тяжелой ситуации ему надо выговориться. И я благодарна тем людям, которые меня, вот, так скажем, грубо случат, но используют в виде жилетки, потому что это очень важно – выслушать человека, когда ему плохо. Эта душевность и доброта порой являются определяющими и в выборе профессий многих Валентин. В книге имен сказано, что больше всего Валентину привлекают такие сферы жизни, где нужно помогать людям. Это медицина, педагогика и социальная работа. Я только окончила школу, у меня умирает папа, и нужно было не учиться идти, а нужно было идти работать, потому что еще оставался брат маленький, в первом классе был, да, и поэтому маме бы не потянуть меня, студентку, брата ученика, ей бы было, конечно, тяжело, поэтому я пошла работать. Не имея специального образования, но обладая огромным добрым сердцем и желанием быть полезной людям, юная Валентина устроилась работать воспитателем ясенной группы в детский сад «Белоснежка». Хорошо, что вот этот вот случай меня в педагогику толкнул, да, а вот так вот, если размыслить, я не знала, что мне делать. Вот по большому счету понятия не имела. Я в свое время закончила музыкальную школу, и мне, мой преподаватель, она говорит, иди музыкальная, у тебя есть способность, иди. Ну, не получилось, хотя музыкальные способности выливаются сейчас в другом творчестве. Репетиция в любимом и родном украинском ансамбле «Чаревницы». Вот куда выливается творческий талант обладательницы имени Валентина. Кстати, не единственный в своем коллективе. Среди очаровательных «Чаревниц» аж три Валентины. Разные внешне, они очень схожи по своим душевным качествам. Рукодельные все, ответственные все. А хозяйки? А хозяй? Это точно не знакомо, поэтому они вообще хозяйки выносили. Да, конечно. Замечательные все. Все замечательные. Кстати, так же, как и в случае с Валентином, обладательницы женской формы этого имени в увлечениях себя не ограничивают. Вообще, всего понемножку. Как говорится, в жизни все нужно попробовать, да, особенно в творчестве. Вот то влекло у меня вдруг живописицу. Думаю, почему? Вот купила картиночку с корабликом. Думаю, я что, хуже, что ли? Появились две. Мои работы. Попробовала. Ну, не знаю, получилось, не получилось, но висят. Я как-то в журнале в каком-то прочитала, что свою мечту нужно вышить крестиком, да, объект мечтаний. Получилось, что одна квартира полуразваленная, у родителей полуразваленная квартира. Думаю, вышью-ка я двухэтажный дом. Вышила! Живу в трехэтажном доме, хоть и не особняк личный, но тем не менее. Своими руками созданы не только картины в этом новеньком уютном гнездышке. Творчески Валентина Павловна подошла и к дизайну своих окон. Необычные узоры и цветные витражи. Все это красивое дело рук обладательницы красивого имени Валентина. Кстати, в параллель к этим достоинствам книга имен приписывает многим Валентинам в качестве недостатков, увлечения азартными играми. Я азартный в каком плане? Если что-то надо сделать, сочинить у нас сейчас на работе, у нас азарт выполнить вот эту работу. У меня азарт в каком-то творческом. Вот собралась я вышивать, мне азарт надо вышивать, 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 пока не перебелить. Ну вот к азартным играм нет. Хотя вот удивительно, вот как вы правильно сказала, когда вот этот момент был, когда каждого хотела бы играть в чем-то, да. Я не знаю, вот эти лохотронщики, они меня издалека выглядели. Девушка, подойдите к нам. Я не играю в игры. Девушка, подойдите, мы вам просто покажем. Это было на любом вокзале. Это было и на ВДНХ мы ходили. То есть меня вот где-то вылавливали. Я говорю, у меня тут на лбу что ли лох написано или что. Вот удивительно было. Ее мягкость и неспособность сердиться делают ее привлекательной в общении. И многие люди используют Валю как жилетку, в которую можно выплакаться. Кстати, в борьбе с горестями у нашей Валентины есть свой проверенный способ. Вообще в тяжелую ситуацию, конечно, нужно идти к друзьям, к людям. Может быть не все стоит всем рассказывать, но хотя бы быть среди людей это легче. По молодости я наводила боевой макияж, поярче накрасилась и гулять на улице. Потому что все равно, особенно вот в дождь мне нравится. Вот когда вот тяжело, в дождь, пусть там промокнет все, но ты идешь. И вот, наверное, с дождем, со слезами со своими это все уходит. Проплакаться чисто женская, какая-то, наверное, отдушенная. И такой момент, всегда проплакаться, включить погромче музыку, проораться, прореветься, умыться, опять же накраситься и пойти в люди. Отдушенной в таких ситуациях являются родные, близкие люди. И любимая работа, выбранная душой и сердцем которой, безусловно, приносит только положительные эмоции. Благодаря, наверное, вот своим близким, это как-то быстрее все проходит. Я просто не представляю, если бы я была одна, это бы, наверное, было сложнее. Сложнее, потому что вот с возрастом уже иной раз и не хочется никуда идти, нести свои проблемы. Кому они нужны? У каждого человека свои, да, своих ворох проблем. И поэтому на работе придешь с шуткой где-то чего-то, коллегам рассказал все свои в шуточной форме проблемы, посмеялись. И слава богу, все прошло, все забыли. Имея за плечами почти 30-летний педагогический стаж, Валентина Павловна продолжает работать с детьми. Но уже на другом профессиональном поприще. Радость от общения с детворой ей приносит новая работа. Вот уже два года она является старшим научным сотрудником Городского краеведческого музея. Эх, люблю я свою работу. Замечательная тишина в музее, какой-то дух предков, людей, которые здесь живут на севере, все умиротворяет, заставляет задуматься о высоких каких-то чувствах, высокого предназначения человека в жизни. Дружный коллектив и любимая работа. Порой именно они являются самыми главными компонентами в сумме, дающих счастье, в котором и растворяются в суете будней проблемы. И с ними, с проблемами, многие Валентины в силу характера привыкли справляться самостоятельно. Вот это одна, наверное, из черт, что самостоятельные знают, что почем, не летают в облаках из-за земли, наверное, больше приземленные люди. И трудяги. Трудяги. У всех, говорю, вот кого знаю, Валентин, то трудяги. Я вот люблю полениться в последнее время, несмотря на что. Хотя, как говорится, легко на подъем. Если надо, встаешь и делаешь. Сделать что-то ради других людей – уже неотъемлемая привычка обладательниц имени Валентина. Возможно, именно поэтому многие из них – гостеприимные хозяйки уютного дома, в котором, согласно книге имен, царит мир и покой. И ради этого семейного покоя и счастья Валентины готовы отступать даже в самом горячем споре. Однако, несмотря на всепоглощающую любовь Валентин к своим близким, им нужно помнить и о чаше терпения, которое иногда имеет свойство переполняться даже у таких терпеливых людей, как Валентины. Вообще, вот меня нужно постараться, чтобы вывести из себя. То есть, надо настолько навалить, как говорится, на мою голову всего, чтобы меня вывести. Весь этот букет разнообразных черт характера можно встретить как в одной, так и в нескольких Валентинах сразу. Спокойные, добрые, трудолюбивые и талантливые – именно таких Валентин много и среди знаменитостей. Первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова. Советская телеведущая Валентина Леонтьева. Российский политический деятель Валентина Матвиенко. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Ну и, конечно, любимая многими народная артистка России – певица Валентина Толкунова. Любила, конечно. Жаль, что она ушла. Но, тем не менее, замечательная певица. Наверное, замечательный человек. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори. До звездной полночи, до слава, мне снова детство подай. Говорят, что имя человека накладывает свой, судьбоносный отпечаток на его жизнь. И все трудности и радости жизни порой запрограммированы в имя. Но только истинным оптимистам, людям с большим сердцем и открытой душой, под силу сохранить силу духа и веру в то, что тайну каждого имени можно разгадать. Конечно, верю. Верю. Почему? Потому что тоже когда-то где-то читала, что каждый звук, он несёт какую-то определённую энергию, определённый заряд. И сочетание звуков, оно тоже что-то даёт. Я уже не помню, что там обозначает каждый звук, но это своего рода как ДНК, как код какой-то. И, соответственно, имя, оно своего рода как толкатель, что ли, по судьбе. Может быть, какие-то черты заложены. Ну, как-то вот так. Но, тем не менее, человек делает имя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok